Здравствуйте, дамы и господа! С вами Анастасия Мадер и канал Мастер в Порядке. Сегодня мы поговорим с вами о самых прибыльных видах рукоделия. Если вы только планируете заняться каким-либо видом творчества, то данное видео даст вам некоторое представление о том, в каком направлении стоит двигаться. Также я попрошу всех мастериц, которые посмотрят данное видео, высказать свою точку зрения в комментариях, для того, чтобы начинающим мастерам было проще и легче сделать свой выбор. На первое место я поставила вязание. Вообще вязаные вещи уже не один десяток лет занимают прочное место в шкафах у модниц во всем мире. И я уже не раз говорила, что именно вязание, по моему мнению, является наиболее прибыльным видом рукоделия. И вот почему. Ну, во-первых, мастеру не приходится объяснять, зачем необходим его товар. Все понятно. И зачастую заказчики сами ищут мастеров, которые смогли бы воплотить их фантазии в жизнь. Но рынок этот достаточно конкурентен. И при этом в нем очень хорошо работает эффект рекомендаций или по-другому сарафанное радио. Стоит найти себе 5-10 клиентов и уже через некоторое время их количество возрастет в геометрической прогрессии. Отчасти благодаря рекомендациям. Также именно в этом виде рукоделия существуют примеры, когда мастера добивались небывалых успехов. Благодаря следованию модным тенденциям и собственной изюминки. На втором месте у меня шитье на заказ. Этим видом рукоделия и творчества занимались еще наши про-про-про бабушки. Но на то время популярность мастериц такого плана была понятна. Ведь во времена дефицита очень непросто было найти хоть какую-нибудь стоящую вещь в магазинах. Так почему же сейчас этот вид рукоделия не перестает быть прибыльным? Хотя журналы Бурда уже не пользуются такой супер популярностью, как в 80-х и 90-х. А магазины до краев завалены различной одеждой. Есть все-таки ряд заказчиков, которые в определенный момент своей жизни обращаются именно к шевье. Во-первых, именно сейчас появилось огромное разнообразие различных тканей и фактур в магазинах. Во-вторых, с экрана телевизора на нас льются просто куча передач о модных тенденциях. Что лучше носить? Какие фасоны на ничем моде? Не каждому человеку отыскать подобные фасоны в магазине просто. Поэтому заказчики ищут рукодельницы, которые смогли бы воплотить в том числе и фантазии, которые сыплются на них с экранов телевизоров. Очень часто швей слышит «хочу как у этой звезды, хочу как у этой звезды». То есть понятно, что данная селебрити покупала себе такую же вещь за сотни тысяч долларов. А мы, простые обыватели, в принципе, обратясь к швее, можем получить то же самое, но за приемлемые деньги. Также частыми клиентами мастериц становятся люди с нестандартными формами и размерами. Например, полным людям до сих пор непросто найти себе модель, которая бы не только удовлетворяла их в плане того, как она сидит на них, но также по цвету и фасону. На третьем месте я поставила развивающие игрушки на заказ. Но вообще все, что связано с детской тематикой, всегда будет очень и очень популярно, так как родители не жалеют денег на свое любимое чадо. Конечно же, китайские игрушки проигрывают в этом плане, и мастера занимаются изготовлением игрушек из экологических материалов, дерева, натуральных тканей, фетра. В этот же пункт я бы хотела отнести различные развивающие книжки, развивайки и, в общем, все в этом роде. На четвертое место я поставила украшения. Девушки во все века очень любят украшения. В украшениях главная оригинальность и эксклюзивность. Вот почему так популярны украшения, которые мастера делают своими руками. В этом виде творчества также огромная конкуренция, но и есть очень большой спрос. Для того, чтобы выделиться на фоне остальных, мастеру точно придется постараться. На пятом месте печать на тканях. Кому-то из вас могло показаться, что этот тренд уже давно прошел, но это всего лишь было начало. Футболки с модными принтами совершенно не уступают своих позиций. К ним также присоединились свитшоты, брюки, сумки. Самое важное здесь правильно подобрать картинки, которые бы полностью соответствовали требованиям вашей целевой аудитории. И вуаля, вот вы уже и миллионер. Как некоторые из мастериц, о которых я рассказываю в своих захватывающих историях. И именно потому, что предпринимательница из Латвии доказала нам, что печатать различные изображения можно не только на майках, сумках и так далее, но и на различных видах одежды. Главное здесь это правильно выбрать картинку. Однажды она выложила на эти провокационную коллекцию женских трусов. На шестом месте у нас скраббукинг. Скраббукинг это очень затратный вид деятельности, но именно сейчас переживающий наибольшую популярность. В основном благодаря захвативших людей во всем мире мании, заполнять блокноты, фотоальбомы и записные книжки. Так что это довольно интересный вид рукоделия, который имеет очень большие перспективы. На седьмом месте фелтинг, или как его называем мы с вами, валяние. Сейчас в Европе и в России просто бумные изделия из войлока. Из него делают различную одежду, от пиджаков до топиков, от шарфов и шапок до пальто и пончо. Также большой популярностью пользуются сумки, украшения, заколки и различная обувь. Особой популярностью сейчас приобрели домики для животных, сделанные в данной технике. На восьмом месте изготовление кукол. Этот вид рукоделия не стареет уже не один десяток лет. И это все благодаря коллекционерам, людям, которые свою любовь к куклам перенесли из детства в взрослую жизнь и готовы тратить на новые экземпляры достаточно крупные суммы денег. Каждые 2-3 года тенденции в этом виде творчества меняются. Еще совсем недавно рынок захватили тильды. Сегодня к ним присоединились куклы, сделанные в технике ОАК. Но какие бы позиции не были на пике популярности, в общем, этот вид рукоделия остается доходным во все времена. На 9-м месте кулинария, а точнее изготовление кондитерских изделий на заказ. На своем канале я практически ничего не говорю о том, что существует такой вид рукоделия и творчества, как кулинария. Но я думаю, каждый, у кого есть свой профиль в Инстаграм, или кто смотрит вообще фотографии, видит, что сейчас творят мастера, которые изготавливают торты. Это просто какой-то космос уже. У всех, конечно, уровни разные, но многие делают действительно шедевры. И пускай эта красота недолговечна, но она приносит радость людям. Сегодня практически каждый праздник сопровождается заказным тортом. Но и конкуренция здесь немалая, поэтому если вы хотите выделиться на фоне, вам также необходимо придумать что-то свое и оттачивать навыки и умения. На 10-м месте изготовление изделий из кожи. Кожа – это материал, который не выйдет из моды никогда. Меняются моды, тенденции. Но кожа всегда и у всех ассоциируется с долговечностью, прочностью и красотой. Меняются стили и фасоны, но в любое время года мы хотим и покупаем себе куртки, ремни, сумки, сделанные из кожи. Конечно же, освоить работу с кожей – нелегкое занятие. Но если вы хотите стабильный и нестрадающий от нехватки спроса доход, тогда вам сюда. Данный список совершенно не ограничен этими 10 пунктами. И заработать можно еще на многих-многих видах рукоделия, что и доказывают наши мастера. Как и в любом деле, здесь все зависит в первую очередь от вас самих. От уровня вашей подготовки, фантазии и готовности развивать собственное дело, вкладывая в него всю свою душу. А я жду ваших комментариев. Всего вам хорошего. До встречи в новых видео. Пока! На девятом месте кулинария. На девятом месте кулинария, а точнее... Ой. Различные блокноты, фотоальбомы и записные книжки. Не переорать эту птицу просто. Помолчи я минутку. Не будешь, да? Так же очень... Так же... Так же очень... Да что ж такое-то. В общем, этот вид рукоделия остается доходным во все времена. Тихо! О, я ее испугала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»